МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Темпы заражения ковидом позволили Москве отменить QR-коды. А вот в Париже только начинается жизнь с сертификатом о вакцинации. И не все этому рады. Антиковидную оборону усиливает Европа. В Испании возвратили комендантский час. А во Франции, кажется, от ограничений устали, как бы ни мутировал коронавирус. Наталья Богдановская продолжит. День взятия Бастилии во Франции плавно перетек в дни взятия санитарной Бастилии. Все выходные страна штурмовала цифровую антиковидную крепость, которую начал возводить в республике президент Макрон. Раскровели даже два вот таких центра вакцинации в Гренобле и около Биорица. Парижские центры пока устояли. Новый год! Разжигает протест ощущение дежавю. В дыму горящих QR-кодов медики продолжают напоминать. Если не действовать жестко, в конце июля Францию ждет четвертая волна ковида. И вроде бы окончательного решения по паспортам здоровья еще нет, законопроект парламент рассмотрит только в среду. Простые французы ждать не стали. На протестных плакатах «Мое тело, мое дело» нет диктатуре. И, конечно, главное для Франции слова «Свобода и равенство». Я за свободу. Это написано здесь. Я таксист. Убер меня разорил, а вакцина убьет совсем. Я за свободу. Каждый должен поступать, как считает нужным. Владельцы знаменитых на весь мир французских ресторанов с пониманием относятся к новым мирам, но говорят, что под угрозой вся французская кухня с многовековой историей. Какие уж тут круассаны с кофе по утрам, вино и лягушки с улитками. Ведь старые известные рестораны уже закрываются. А те, что работают, держатся из последних сил. В мае, когда после семимесячного простоя заведения открылись снова, рестораторы смогли с облегчением вздохнуть. И вот теперь новая напасть. Причем не только цифровая, но и финансовая. За отсутствие санпропуска у клиентов штрафовать будут на 45 тысяч евро, а злостным рестораторам-диссидентам давать до года тюрьмы. Например, заказывают столик на четверых. Мне придется проверять их санитарный пропуск. Если будет хотя бы один из семьи без этого пропуска, я буду вынужден отказать и остальным. Проблемы ждут не только собственников, но и простых работников. Надежда Некрасова родилась и выросла в России, в Ижевске, и работает официантом в одном из парижских кафе. Это будет немножко сложновато, но мы привыкли к этому. Может, люди как-то растеряются первое время, разделятся на два фронта, но все равно будем проверять. Франция готовится закрыть непривитым не только вход в рестораны, но также в поезда и самолеты. Причины объективные. За неделю во Франции заболеваемость составила более 50 заражений штаммом Дельта на каждые 100 тысяч здоровых граждан. Рост на 80% за неделю. И власти говорят, что вакцинация пока единственный способ победить пандемию. Мы не хотим снова изолировать страну. Сейчас это глупость сказать уже вакцинированным французам, что они снова должны прятаться дома, потому что наше меньшинство не доверяет правительству, не доверяет науке, не доверяет вакцине. Спустя неделю после бескомпромиссного телеобращения Макрона, и несмотря даже на протесты, интерес к вакцинации все же вырос, на что и надеялись в Фелисейском дворце. Но и тут страну постигла новая проблема. За несколько часов окна для записи на вакцинацию закончились. Первые рандеву доступны теперь только на конец августа. Наталья Богдановская, Вячеслав Тяпкин, Битрий Маслак. Специально для телеканала «Звезда». Париж, Франция.